Так уж сложилось, что благодаря своему географическому положению Пинск становится притягательным в первую очередь для спортсменов, занимающихся греблей. Вот и сейчас свои учебно-тренировочные сборы в нашем городе на гребной базе Полесского государственного университета проводила молодежная сборная по академической гребле Республики Беларусь. Здесь хорошая акватория и нам очень удобно то, что раньше всего здесь открывается вода, то есть это одна из самых южных точек Республики, поэтому здесь мы имеем возможность быстрее всего выйти на воду после зимы. Также здесь вы видите прекрасная инфраструктура, залы, эллинги, плавательный бассейн за нами, то есть все то, что необходимо нам для подготовки атлетов к самым серьезным соревнованиям. Многие спортсмены, которые принимали участие в сборах, уже входят в состав национальной сборной. Другие, являясь лучшими в своих регионах, только мечтают о том, чтобы туда попасть. Возраст атлетов до 23 лет. Сейчас мы готовимся к чемпионату страны по этому возрасту. Эти соревнования будут отборочными для команды на международные соревнования, такие как чемпионат мира и чемпионат Европы. То есть по результатам этих соревнований будут определены приоритетные классы судов. Занимаются физической подготовкой спортсмены в тренажерном зале, но самая главная часть сборов – тренировки на открытой воде. Делаем стандартную разминку силовую по 4 номера, открытой лопастью, нос, корма. По минуте. Здесь тренируются атлеты как распашной, так и парной группы на различных классах судов, стандартных для олимпийских игр. Однако самым зрелищным и быстрым видом является так называемая «восьмерка». Кстати, с этого года Международная Федерация внесла поправки. И сейчас рулевым у мужских экипажей может выступать девушка. Раньше этого не разрешалось. Благодаря синхронной работе и выносливости спортсменов «восьмерка» может развивать поистине высокую скорость. Подготовку проходит и подопечный Алексей Резенкова, тренера национальной команды Республики Беларусь. Мы здесь трудимся и стараемся все сделать для того, чтобы из маленьких мальчиков и девочек превратить вот в таких вот личностей, как вы уже ранее сказали, Екатерина Карстен, на которую равняется практически весь мир. Потому что этот человек взял награды всевозможных соревнований различного уровня, начиная от юношеского чемпионата мира и заканчивая золотой медалью Олимпийских игр. То, к чему стремится, я думаю, любой спортсмен. Академическая гребля смотрится эффектно как с берега, так и с воды. Однако за всей скоростью и синхронностью стоит тяжелый, порой монотонный труд атлетов. Академическая гребля – это вообще очень сложный вид спорта, в котором, кроме того, что человек должен морально быть устойчивым, то есть подготовлен психологически к борьбе, также он должен физически подойти к основным соревнованиям в наилучшей своей форме. Ну и кроме того, есть техническое владение, это тоже немаловажно. То, почему нельзя этого спортсмена сделать, скажем, за одну неделю или за один месяц. Они круглый год сидят на воде, тренируются в залах по несколько часов. Ну я скажу, для того, чтобы завоевать медаль на международных соревнованиях, это у них уходит много работы, как говорится, крови и пота. Как говорят сами тренеры, через гребные базы Пинска прошел, пожалуй, каждый спортсмен. И сейчас у молодых людей есть шанс при удачном выступлении на последующих соревнованиях попасть в состав взрослой сборной страны и побороться за медали на Олимпийских играх 2020 года.